Кабель с достаточной мощностью через вентиляционные каналы своих станций, от своих подстанций, которые находятся на уровне пути, уже непосредственно разработаны площадки, где будут устанавливаться станции быстрого заряда. И вот этот проект на сегодняшний день необходима последняя подпись транспортной комиссии Киеврады, непосредственно, которую возглавляет Олейник, потому что до этого и администрация поддержала, и экологическая комиссия поддержала, и имущественная комиссия поддержала, вот у нас осталась последняя комиссия, и мы выходим на сессию Киеврады, на которой будет приниматься решение о запуске данного проекта. Кроме этого, вот это общение с администрацией, непосредственно лично с Александром Павловичем породило еще один проект. Вы знаете, наверняка, что о Киевской администрации был запущен проект Каштан-1, Каштан-2 по производству трамваев, и после того, как этот проект был успешно запущен, Александр Павлович задумался о том, чтобы собирать на базе Киевпостранца электроавтобус. И непосредственно, в связи с тем, что у нас есть определенный опыт в данной области, определенные наработки нашей компании и членов клуба «Электроавтосам», мы были приглашены на презентацию нашего видения создания электроавтобуса на базе Киевпостранца. И, скажем так, то, как мы предложили развивать данное направление, опять же-таки нашло поддержку Киевской администрации. В результате, на сегодняшний день, вот сейчас вы только что слушали Толтовца, который непосредственно является разработчиком электродвигателя, который воплощен в жизнь. Он прошел лабораторные испытания в Новой Каховке, причем великолепные испытания прошел. Мы там от заявленных мощностей имеем по некоторым параметрам 60% запас, то есть где-то 20%, где-то 30%, где-то даже 60%. И на сегодняшний день этот двигатель установлен для того, чтобы его откатать на троллейбус. Сейчас уже готовится распоряжение Киевской администрации именно по электробусу, по созданию электробуса. И следующим этапом сейчас параллельно будут вестись работы по расчету дальнейшего силового агрегата, то есть аккумуляторных батарей, систем балансировки, систем рекуперации, то есть то, что, скажем так, необходимо для того, чтобы этот двигатель работал на электробусе. То есть вот, скажем так, то, что есть непосредственно достижение, я считаю, что за вот эти три года работы нашей компании мы не только говорим о электромобилях и призываем всех пользоваться ими, но и практически доказываем то, что это экономически целесообразно, экономически выгодно. И, скажем так, нашли уже поддержку и провластных, так сказать, органов в лице киевской администрации и имеем достаточно, скажем так, реальный проект, который уже на стадии практически вот старта реализации. А, скажите, больше запитание, одну секундочку еще, зараз. А скажите, а так, а наши электромобили, вы не хотите вырубляти, вы покупаете в Голокону, вам, напевно, это ничего вырубляти в Украине, это может быть дешевше, или нет? Нет, нет, мы не будем делать. Конечно, это было бы дешевле, интереснее. И почему мы и предложили отказаться от закупок электробусов, администрации, именно потому, что мы хотим и на сегодняшний день, слава Богу, участвуем в создании национального продукта. Другой вопрос, что с точки зрения реализации электробус на сегодняшний день намного интереснее, и на него уже есть покупатели, которые готовы финансировать данное производство. То есть, может быть, как раз вот этот проект и поможет нам после создания электробусов уже переходить к созданию своих национальных электромобил. Кто-то хочет высказать, пожалуйста, у меня микрофон. Виталий Олегин, телеканал ВТБ. У меня вопрос к пана Арсена. Розкажите более детально про электродоксию, какие кошторисы, кто инвесторами, кто учасниками, когда уже, в принципе, он реализуется. Я так понимаю, вы ждете на последний подпис. И потом, когда уже начнется беспосредственная часть реализации. Спасибо. Этот проект рассматривается как коммерческий. В этом проекте непосредственно участвует город. Город участвует только территорией и помощью своей в организации инфраструктуры станции быстрого заряда. То есть, город не вкладывает фактически ни копейки. Территория, которая передается нам в проект, это выведенный из эксплуатации одной из АТП, которая уже несколько лет не эксплуатируется и, по сути своей, для города и для бюджета является убыточным. Поскольку обслуживать его надо, а толку, грубо говоря, от него нет. Ну, это как бы один участник. Наш инвестор, который готов вкладывать в это деньги, вкладывает практически порядка 70% в стоимости проекта. И плюс непосредственно наша компания, которая вкладывает в этот проект порядка 10%, ну и, соответственно, город. То есть, можно понять, какая система, какая структура финансирована. Сам проект подразумевает, что это будет кроме службы такси создаваться инфраструктура станции быстрого заряда. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы хотя бы первые полтора-два года эта инфраструктура, функционируя и окупаясь в основном в проекте такси, была бесплатна для всех киевлян. Для того, чтобы все-таки люди задумались о том, что на электромобиле ездить не просто дешево, а бесплатно. То есть, там могут подзаряжаться обычные электромобильчики просто киевлян? Просто киевлян. И гости столицы. Конечно. У нас, конечно, еще есть изобретатель. У меня к вам вопрос. Я изобретатель Украины. Я этот вопрос поднимал перед эконом-развития. В прошлом году еще. У меня такое предложение к вам, чтобы вы могли создать на базе того, что мы уже разработали, это повзить почту по городу и забирать почту из ящиков. Просто и хорошо. На базе даже старого запорожца. Потому что ЗАЗ имеет опыт. У него по территории два десятка этих электромобилей. Ездили лет тридцать, наверное. Это первое. Сейчас я закончу. Дальше. Милиция может ездить. Скорая помощь. И я бы предложил плочный метод замены аккумулятора. То есть, вы приехали, вытащили, поставили новый и уехали. Это оперативность. Понимаете? И тогда станции будут очень удобные. Потому что на скорой помощи надо быстро трогаться. Зимой электромобиль лучше, чем газовый, бензиновый или дизельный. Это эффективно. Экологично, чистый. Безопасно. Собирно летом. И второе. Самое главное. Мы даем до 10 тысяч рабочих мест по Украине. Надо создать этот аккумулятор и выпускать на заводе, а не мусор. В Заборожской области. Электронику. У нас завод Петровского без работы. Предложите ему. И какие-то деньги с города. И он начнет вам выпускать всю автоматику, электронику. У них есть люди и могут. И еще последнее. Не разработав и не создав первые хотя бы 100 станций для заряда на АЗС. Мы эту глыбу не сдвинем. Потому что люди упрутся в эту именно структуру. Поэтому станции скорого заряда аккумуляторов надо срочно делать. И еще на заправках надо, чтобы были аккумуляторы уже зарядными. То есть вы приехали, поставили, закрыли. Три минуты и вы уехали. Не надо полчаса ждать, 20 минут или ждать кого-то. У них должен быть определенный запас. Это мое такое предложение. Вы простите меня, мне очень интересно, что еще у нас не выпили окончательно инженеров и изобретателей. Что тут творчество присутствует. Спасибо вам. Во-первых, я упоминал о том, что на базе наших машин работает курьерская доставка. То, о чем вы говорили, доставка почты и так далее. То есть мы пошли дальше, пошли шире. Мы на сегодняшний день доставляем продукцию и интернет-магазинов. Причем самое разное это и товары для дома, и оргтехника, и мобильные телефоны. Мы обслуживаем пиццерии, сушерии, некоторые рестораны. То есть, в принципе, доставка у нас в Киеве на сегодняшний день уже есть, уже работает. У нас 15 машин сейчас ездит по городу в этой службе. То, что касается станции быстрого заряда, мы изучали этот вопрос достаточно плотно. И, во-первых, почему не перспективно ставить станции быстрого заряда на АЗС? Потому что сами АЗС на сегодняшний день, как правило, имеют ограниченную мощность. И достаточно дорогостоящим будет увеличивать мощность АЗС подаваемой электроэнергии. То есть на АЗС заведено, как правило, 5-15 киловатт. Это не застатка. Вы не обязательно будете брать. Правильно. Но мы пошли немножко дальше. Мы изучили вопрос этот. И почему и было предложено использовать мощности киевского метрополитена. Киевский метрополитен, он развернут по всему городу. По всему городу есть подстанции. И на сегодняшний день, я думаю, что вы многие знаете о том, что по киевскому протоколу за японские деньги на наших локомотивах меняются устаревшие двигатели, которые дают возможность экономии электроэнергии. Причем достаточно значительные, что высвобождает мощности того же метрополитена. Я не готова эти мощности отдать нам, электромобилизмам. В дневное время. Скажите, а сколько станций еще таких будет? 20, порядка 20 станций. То есть в общей сложности 10 станций, 11 станций по линии метрополитена и 9 станций отдельной точкой. Но мы по городу Киеву попривязались к Петру. А за город выезжаете, это много. Понимаете? Ребята, еще раз один вопрос. Я прошу прощения, потому что здесь большое количество желающих заданий. Мы обязательно продолжим и повернемся. Я прошу прощения, я в двух словах. Просто затронута была тема по поводу того, что внутри города, а за город. Я буквально недавно вернулся с Кракова. Там был международный европейский форум, как раз затрагивались эти темы. И мы уже, так сказать, подали заявку, но пока не как члены Евросоюза. Потому что мы пока на это рассчитывать не можем. Но все равно мы к этому идем. В Европе есть программа создания инфраструктуры станций быстрого заряда. Которая подразумевает, что если город имеет инфраструктуру станций быстрого заряда, соответственно в нем достаточно распространены электромобили. И есть еще другой город, аналогичный. То за европейские деньги они строят между этими городами вдоль трасс станции быстрого заряда. И с учетом того, что мы все-таки идем в Европу, я очень надеюсь, что к тому времени, как мы уже станем полноценными более-менее членами Евросоюза, у нас уже будет достаточно городов для того, чтобы по этой программе мы уже могли говорить о развитии инфраструктуры между городами. Мене звати Тамара Малькова, информационный центр «Советный досье». Мы не производим электромобили, мы их не продаем, но я думаю, что нашу деятельность можно было бы использоваться, и мне очень шкода, что большинство людей, которые сегодня собрались, не используют наши потужности. В 2010 году, например, мы были партнерами величезного проекта. Это была круглосвитная подорожь на электромобилях. Мы координовали этот проект в Украине. Проводили электромобили, это проект, инициированный швейцарцем Луисом Палмером. Проводили электромобили від західного кордону до східного кордону України. З прес-конференциями, зустрічами. Николай Иванович у нас брал участь у этих, здається, заходах, так, у зустрічах Луиса Палмера. Наступного року Луис Пальмер приездил сюда. Это европейская интеграция. Луис Пальмер продолжает программы в Европе, электромобили. Это называется wave, хвиля. Они постоянно проходят, и я так понимаю, что никто из украинцев в этом участке не берет. Маршрути через Украину не пролягают, то там же все не наше. Пока был маршрут через Украину, с всеми этими заправками, зарядками, мы все это пройшли очень хорошо в Украине. Кроме того, наша організація є координатором кампанії «Европейские дни солнца в Украине». Надяя Шевченко, моя колега, відповідає нас за цю кампанію. Це також майданчик, на якому можна. Ми три роки проводимо «Европейские дни солнца» в травні. І це є також європейський проєкт. На цьому майданчику можна використовувати всі ці заходи, розумієте? А так виходить, що дуже багато всього цікавого, але воно ніяк не рухається. За допомогою таких організацій, як наша, це можна рухати вперед. Я в цьому майданчику хотіла подсказати від спільного бачення в прив'язку до такому блоку, який у нас працює, і називається спільного дію. Собственно, для того, щоб процеси координації між розличними структурами происходили, ми почали проводити пресс-клуби і круглі столи. От в цій ситуації замечательна можливість производственникам і людям, вже запустившим процеси, зв'язатися з компаниєю, яка інтегрірована в Європу і робить європейські програми, для того, щоб продвігати це далі. Координаторами обмінюємося, а ми будемо продовжувати следити за розвитком событий. Вопроси? А можна я запитаю ще? Скажіть, будь ласка, от ви у всіх розвучала думка, буварили не червоною ниткою за вонитку шанованого Аксінія. Всі покладаються на те, що держава буде підтримувати і таке інше. Держава воно дуже хоче. Скажіть, а приватний бізнес, або не приватний, але не державний, скажіть, ось запорізький автозавод, вони не хочуть підтримати ці проєкти? Якщо ні, то чому? Чи є якісь приватні структури, які готові брати в цьому участь? Тут є, треба розуміти, що в нас в державі приватна дуже часто є держава. Тоже запорізький завод, він так сильно зараз васад завісять від держави. Такий проєкт був на заводі в Запорізьжі ще 3-4 роки тому. Було зроблено 6 моделів. Технічно приват там був не в Ахті, але не в тому річ. Було розроблено, була підписана програма, але тодішнім прем'єр-міністром тяжко йому стало. Йому зараз не до електромобілів. Віктор Федорович очікувався електромобілів. Будучи прем'єр-міністром ця тема йому подобалась. Зараз йому не до цього. Зараз колега напомнил насчет государственного бизнеса, в смысле государственных инфраструктур, бизнеса, структур и так далі. У нас є ще одне, скажімо так, найбільшого достиження. Нами достигнуто соглашення з партиєю «Зеленым», з «Зеленым» і непосредственно з «Москалю» Денисом Денисовичем, що буквально місяць-два і починаються відкрывати точки підзарядки. То є це будуть обычні улічні розетки, 220 вольт, тому що на них зможуть підзарядитися кожен електромобіліст в усіх районних розетках цієї партиї. Я прошу прощину, можемо балансувати. На цьому мероприятию, в принципі, к цьому може присоединиться любой ЖЕК, ОСББ, предприятие, коммунальна структура, вивезти розетку і дати її... Тобто буквально ми можемо за два-три місяця зробити ці 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 200 зарядок, у Києві це вже заводчин для переміщення любого електромобіля. Це робиться легко. А скільки треба, щоб зарядити в звичайну... Точно, є чотири... Чотири. Є один нюанс. Я вам скажу, з якого то мероприятия, тільки люди... Ми були, я ехал завідомо з розряженим акумулятором, ну, думаю, десь по пути попрошу, да? А ви на електромобілі їздили? Да. Значит, на Росадовку я ехал, мне не хватило немножко под родиной матерью, я доехал на обычную заправочку синенькая АНП, там у них за дровами розеточка. Я постоял 7 минут и мне спокойно хватило дыхати. Чому я это говорю? Когда говорят, процесс зарядки из обычной розетки требует 6-8 часов, никто же не говорит, как это происходит. Это не происходит равномерно. Вот равномерно одинаково. Вначале очень много потребляется, оно очень, скажем так, всасывает быстро, да? А потом по чуть-чуть только потребляет. То есть вам не надо 6-8 часов даже у обычной розетки находиться. Часа за полтора-два вы восстановите примерно тот ресурс, на котором вы доехали на работу. То есть вы из дому выехали, вы не всегда едете на работу на 200 км, вы едете 20-30-15 км. Приехали на работу, у вас за 30-40 минут легко восстановилось это, да? Вы же на работу еще работали должны. Это же не китайские таксисты, которые меняются, они в багажнике спят, вторая СССР. То есть на самом деле есть исследования канадцев, есть исследования, даже тот же Better Place, они врухали огромное количество станций моментальной с заменой. То есть вынимаются конвераторы внищества. В 95% случаев людям не нужны станции быстрых зарядок. Им вполне заочи хватает обычных розеток заряжаться ночью и дозаряжаться в течение дня на работе. Это имеется в виду, я не говорю все 100%, это 95% обычных пользователей. А частный сектор? Частный сектор вообще прекрасный. У меня в частном доме, если вывел на улице отдельно розетки, чудово изна Колярова. Я правда и в 28-минетажном доме тоже вывел розетки, тоже нормально и на заводе, и прекрасно. Вы задаете вопросы? Меня зовут Юрий, езжу сейчас на обычном автомобиле. Хотелось бы ездить на необычном, поэтому у меня два вопроса. Есть ли техобслуживающие станции или фирмы, которые занимаются переоборудованием уже существующих? Например, я хочу свой автомобиль переоборудовать. Ну и в принципе, из первого вопроса возникает второй, потому что я интересовался этим вопросом в интернете, раз уж что поверхностно. Почему переоборудование сейчас примерно так же стоит, сколько новый автомобиль китайского производства? Аккумулятор. Цена аккумулятора. Львиная доля переборудования – цена аккумулятора. С этим, к сожалению, приходят длинные странные вещи в мире. Очень плотно мы работаем с Сименсом, с их отделом электроприводов в нашем заводе. И последнее, за два дня, все-таки почему же с аккумулятором, я вот его спросил, мы топчемся на месте, да. Говорит, вы знаете, он мне ответил, даже у нас в Германии происходят странные вещи. То есть, когда кто-то анонсирует действительно классную разработку по аккумуляторам, исчезает эта разработка. Перекупают автор. А с киньеков, что ли? Если можно, я непосредственно конкретно ответил на вопрос. Дело в том, что вы говорите о китайских машинах, которые приходят с гелевыми аккумуляторами, у которых срок службы по сравнению с литиями в три раза меньше – 1000 циклов против 3000 циклов. Во-вторых, эти гелевые аккумуляторы хуже ведут себя зимой, и в-третьих, они тяжелее в 3-5 раз. Поэтому, если вы переоборудоваете, как и Вячеслава, свою машину на электротягу, на литиевых аккумуляторах, независимо от того, будет это талия, либо Porsche Cayenne, она у вас проедет, как уже сегодня было заявлено, 600 тысяч километров. И зимой будет пробег падать на 30, ну максимум на 40 процентов, это если вы уже будете печку на полную включать и будете как таксисты в ней греться. В то время как гелевая батарея может до 50 процентов падать зимой, и их нужно намного больше весом поставить в машину, да, гелевых аккумуляторов. Соответственно, нужно еще больше, то есть они сами как бы себя ввозят гелевые. Литиевые намного лучше, но вот Tesla, Nissan Leaf и другие производители это доказали. У нас можно переоборудовать, компанией Kaist.com.ua, вводите в гугле «Купить электромобиль» и звоните. Переоборудовать любую машину в электромобиль стоит от 10 тысяч долларов и выше, в зависимости от веса машины и от того, насколько сложна электроника, такие как АБС и так далее, для того, чтобы перепрограммировать в мозги бензинового автомобиля. Готовый электромобиль стоит минимум 15 тысяч, 18 тысяч долларов, это более-менее качественный китайский на гелевых аккумуляторах. А если покупать заводские автомобили, типа Renault, Twizy, Nissan Leaf и так далее, это 35-40 тысяч долларов. Ну а экономичного автомобиля пока еще немало, тысяч 10, например, там в Визе. Почему нету? Есть в Тавре славуто переоборудована. Замзуми, нас добро дякую. Кто есть? Пожалуйста, сейчас девушка. Доброго дня, Оксана Дова, журнал «Эксклюзивстен». Виходячи з усього сказаного про час зарядки, я хотела б почути більше румейтів на користь мобильных станций зарядки. Чи так же вони потрібні? И чи треба стільки часу, сил, энергии и грошей витрачати на те, чтобы их створить? Если можна, я отвечу. Ну, то, что делает Арсений с нашим мэром Повым, с Москалем, экологической комиссией, это очень великое дело. Они должны быть. Станции быстрые, зарядки, они должны быть. Это, например, знаете, это как рестораны высокого уровня. Они должны быть. Ну, конечно, массово. Для 5% 5% это тоже прилично. Знаете, в этой станции должно быть не один десяток тысяч. То, что они делают, это прекрасно и больше, и больше, и больше. Но 95% действительно достаточно обычного взъема. Это делается вообще очень легко. Я вам для сравнения могу сказать. Очень просто. Любой ресторан, все эти рестораны, Козырная карта, Макдональдс и так далее, они с удовольствием просто как методичку кто-то должен съесть, расписать, что вот, ребят, знаете, как в том мультике, посчитали сколько, и все будет хорошо. Четко должно быть методологическое пособие. Все должны четко видеть, слышать, популяризовать. Они должны видеть, что это действительно, этих автомобилей у нас уже тысячи и тысячи. Люди к ним приедут. Определенная мода должна быть, помимо выгоды. Любые рестораны с удовольствием, нет проблем, особенно сетевых, да у любого. Рестораны вывезти, разрезать на улицу, поставить эти столбики, это стоит копейки денег. То есть это делается вообще очень просто. Но с драстным уровнем, то есть брошюры рассылаются про Райд, Держ, ЖО, администрациями и выводятся. То есть это и коммерчески делается, и административными использованиями, и так, и так, все очень просто. Для сравнения построим АЗС, это одна земелька вам будет стоить 1150-1200. Потом согласование, 143 согласования. Каждое нужно занести, и официальных протежей. То есть у вас идет года два, полтора, два года на строительство АЗС, и где-то 300-500 тысяч долларов. И если вы помните, у нас был период, когда все заправлялись, вся страна заправлялась бензовозом на обочи, был горнефтепродукт убитый. За три года, по полмиллиона этих заправок куча построено. Как вы думаете, по 150-200 долларов, когда все рестораны все вырваны, человек же пойдет кушать эти 40 минут, или пока оно дозряет. То есть технически, технологически в этом проблем нет. Это все легко делать. На это нужна добрая воля, осознание. Это, грубо говоря, знаете, как можно вести здоровый образ жизни, а можно пить, курить, и все остальное нехорошее. Это вот осознание и наше конкретное действие каждое. Вот давайте започаткуем наше мероприятие. Просто надо как-то правильно это обозвать. Я говорю, любой ЖЭ, любой ОСБП, любые, у кого есть здания и розетки подключения с Киев-Энерго, я думаю, тоже Киев-Энерго. Киев-Энерго руководитель сказал, я обеими руками за ваши электромобили. Причем на пресс-конференции, по-моему, года два уже назад, когда они первые два купили. Есть большая проблема в потреблении электричества днем и ночью. Ночью фабрики, заводы, офисы, магазины все остывает, и у них есть техническая проблема. Если ночью выровняется запас, а именно ночью будет заправляться 95%, это четкие исследования во многих странах мира, тут уже без вариантов. А я днем буду в Крым ездить. Днем в Крым будет ездить, поверьте, такое малое количество людей. Все нормальные люди, им 200 километров, днем в детский сад, школа, магазин, офис, работа, бабушка, подруга, шопинг. Ну хватает. Они обеими руками за. То есть, в принципе, у нас на сегодняшний день, скажем так, слава Бог, монополизируется электроэнерия, скажем так, на, не будем называть фамилии, но, дай Бог, когда воля произойдет, когда желание, мы подождем, мы со своей стороны технически уже, я считаю, определенным образом довольно-таки высоким образом готовы. Пройдет еще годик-полтора, думаю, вообще идеально будем готовы. Бумажки, да, вот очень правильно сказал Малентин Михайлович, вот это нужно приводить в порядок, потому что, помимо всего прочего, все равно это безопасность людей, здоровье, то есть, все в наших руках. Вот давайте вот этот захит банально, то есть, люди разрешат другим пользоваться своей розеткой. Заплатят там, ну, 5 долларов в электрику или плюс 25, а обычно . Дело в том, что, действительно, если рассматривать потребителей частных, то, по сути своей, я думаю, что они будут пользоваться инфраструктурой быстрого заряда, ну, только в каких-то, ну, скажем так, экстремальных ситуациях, когда где-то что-то не успел, где-то что-то не запланировано и так далее. Для чего нужна инфраструктура быстрого заряда? По сути, она нужна для коммерческого использования электромобилей. Поскольку, поскольку как раз в коммерческом использовании большие пробеги и, естественно, ночной зарядки этим машинам будет не хватать. Плюс, очень многие машины, именно, которые используются в коммерческих целях, используются практически круглые сутки. Либо они там на отстой стоят два-три часа, меняется водитель и, тем не менее, вот те же самые таксисты, они работают круглосуточно. Многие структуры доставки работают круглосуточно. Поскольку, поскольку мы очень часто видим, как разгружаются там, допустим, те же самые супермаркеты, к которым подвозятся там продукты и так далее, либо очень рано утром, либо поздно ночью и так далее. Поэтому, в основном, инфраструктура быстрого заряда в первую очередь нужна для коммерческого использования электромобилей. Почему мы, ну, на сегодняшний день делаем основной упор на коммерческое использование? Да потому что здесь, если говорить о частном использовании, принимают решение купить или не купить непосредственно тот, кто будет сидеть за рулем. И очень многие, вот, мы тоже проводим своего рода опросы периодически, потому что к нам люди приходят, вот, человек, у меня есть люди, которые приходят купить электромобиль седьмой раз, восьмой раз. И они уходят, не купив. Вот, я начинаю с ними общаться и говорю, почему? Они говорят, ну вот, мы ждем, когда вот кто-то купит, чтобы пообщаться, чтобы узнать. То есть есть определенная боязнь. Каждая точка. Когда приходит к нам покупать электромобиль директора предприятия, на которое он берет этот электромобиль, он ничего не боится. Он смотрит, что у него экономика правильная. Он видит гарантийный срок. Он видит тот пробег, который мы гарантируем. И он просто складывает цифры. И для него это выгодно, и он его покупает. Поэтому, если говорить о том, что, ну, будет быстрее развиваться, то здесь очень сложно определить, то ли это будет все-таки частный потребитель, то ли это будет потребитель, который будет зарабатывать на этих машинах. Поэтому, может быть, как Александр говорит, и не нужно будет в перспективе такое количество там, допустим, такое же, по крайней мере, количество станций быстрого заряда, как розеток. Потому что если розетка будет, как говорится, на каждом углу, возле каждого супермаркета, возле каждой почты и ЖЭКа, то, естественно, для частников это будет вполне достаточно. Но для коммерческих структур, инфраструктура быстрого заряда необходима будет в любом случае. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, Выборщик Михайлович, учитель департамент, властник автомобиля, электромобиля с благотворительным грузом. Я хочу добавить просто к сказанному насчет зарядок ускоренности или не ускоренности. На процентах 80, а по властнике владельцы проезжают в день не по 100 километров. Мне даже надо на работу 15 метров, сработка 15 метров. Да я один раз в неделю заряжусь и буду ездить целом неделю. Если у меня пробег, это позволяет. То есть беспокоиться тем, кто думает, покупать или не покупать электромобиль, видеть проблему именно в станках зарядки не надо. Если у Вас электромобиль имеет пробег 50 километров, тогда это не электромобиль уже в наше время. Но если он у Вас имеет гарантированных 150, Вам не надо каждый день заряжаться. Поэтому надеяться или беспокоиться о том, что надо будет ехать в Крым, для того, чтобы ехать в Крым пока электромобиль еще не зазрел, если уже на то пошло. Если есть такое обчастие... Сейчас, секундочку. На сэкономленные деньги, Вы можете личный самолет разряд заказать? Да. И поэтому это не проблема, я считаю. Теперь насчет ускоренных зарядов. Да, для коммерческого транспорта может быть. Для своей батареи, простите, если у меня батарейка стоит в моей машинке маленькой, 5 тысяч долларов, и я знаю, что если я буду ускоренно заряжать, то ее срок службы сократится вдвое. Я не буду ей пользоваться. И это касается, наверное, и 90 или 80% всех владельцев электромобилей, для которых электромобиль не является чем-то единственным на всю семью. Мне только, когда надо будет ехать в Крым или куда-нибудь в Москву, я поеду в автомобиль. На работу есть работы каждый день, и даже на дачу, и даже до тёщи, я поеду в электромобиль, потому что у меня ресурс, батарея, это позволяет. И даже в Москву...